Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Еще раз с Рош Ходышем вас! Как говорят, когда пришел Адар, Марбин Басимха, увеличиваем в радости. Вот у нас прям все впереди 60 дней, 60 дней увеличивания в радости. Это прям такой тренинг у нас, 60-дневный тренинг. Я вчера вам рассказал свой метод, и сам его, я когда думаю, я сразу, если что-то придумываю, хорошее делюсь. Я вчера написал, еще не написал 60 вещей, за которые я очень благодарен Всевышнему в своей жизни, в прошлом, да? Но я уже написал 28 пунктов, и вчера уже отпраздновал первый пункт. То есть у меня был вчера первый день из 60 дней, я вчера первый пункт праздновал. У меня был вчера праздник того, что я родился в Харькове. У меня вчера был День Харькова мой личный, да? То есть слава Богу, я родился в Харькове, так что я должен праздновать? Что я родился в Харькове, понятно, да? То есть нужно написать 60 своих каких-то, каких-то своих из прошлого достижений, радостей, каких-то вещей, за которые вы благодарны Всевышнему. Это могут быть разные вещи. Я помню, когда-то, когда мне сделали операцию, паховая грыжа, какой я был счастливый. Я помню этот момент, когда я вышел оттуда, у меня бах, то у меня все время эти грыжи паховые вылазили, а тут нету грыжи. То есть вспомните все вот те моменты, которые когда-то вы были радостны, благодарны Всевышнему, а потом забыли про это. Ну как бы, ну уже все, типа, уже отрадовался свое там. Кто-то выздоровел от какой-то болезни неизлечимой. Ну уже все, о чем мне теперь радоваться? Что теперь, всю жизнь радоваться буду? Да, всю жизнь надо радоваться. Хотя бы не всю жизнь радоваться, но в месяц Адар радуйся всем своим прошлым достижениям, которые у тебя были раньше. Очень крутая техника оказалась. То есть мне теперь на 28 дней уже есть чему радоваться, и я допишу. Я просто вчера не успел дописать. Вам тоже очень советую, прям закончится сегодня урок, напишите 60 вещей. Хотя бы сегодня напишите 30 или там 20, можно за 3 дня написать 60 вещей. И 60 дней марбин басимха, радуемся. Теперь, значит, сегодняшние идеи, с которых мы начинаем. Вначале идет Айом-Йом, это книга, которую составил Любавич Стеребе. Насколько я помню, это каждый день он писал какие-то глубокие идеи, которые именно в этот день надо их вспоминать. А вторую книгу вначале пишут, это «Обретение неба на земле». Тоже его книга. Значит, давайте вот эти две идеи рассмотрим. Первая идея, значит, я не буду сейчас приводить, это очень он долго разворачивает там отрывок из книги «Тора Ор», «Свет Торы». В общем, идея такая, что написано «Выйдет человек по делам и на работу свою до вечера». Что это имеется в виду, когда так написано? Оказывается, имеется в виду, что каждая душа, спускаясь вниз, обладает общими и частными задачами. Вот, например, мы смотрим там Юрий Голобов, да, Светлана Шевченко, например, или Кузьменко Галина, да, Дмитрий Белий, например, да. Вот мы смотрим, думаем, ну просто вот Дмитрий, да, даже Дмитрий на себя в зеркало смотрит и думает, вот я Дмитрий, да. А по факту-то, по факту, это душа, которая спустилась вниз и обладает эта душа общими и частными задачами. Вот если вы на себя в зеркало посмотрите и подумаете, вот вот этот биоскафандр, который я вижу, вот вот это вот название, которое мне дали там родители, имя, фамилия, такой ярлычок на меня повесили, да, как в магазине, когда я родился. А внутри-то душа, а душа-то это часть Всевышнего, и когда Всевышний опускал эту душу, душа заходила в этот мир, у нее, оказывается, есть общие задачи и частные задачи, представляете? Дальше пишет Треба Любавичисти, что, значит, есть общая задача, это как мы все в части каких-то процессов, да, таких мировых процессов, мы все части каких-то мировых больших каких-то вот движений, да, сейчас мы наблюдаем, там, мир меняется, вот, например, у каждого, наверное, стоит вопрос, да, идти на парад гордости или не идти, или осуждать парад гордости. Это глобальный процесс. Значит, как относиться к публичному нарушению законов Торы? И я считаю, что человек, как бы, есть публично, вот, мнение большинства в стране, да, это, как бы, это общая задача. А индивидуальная задача, это если к тебе потом с парада гордости кто-то подошел и говорит, слушай, ну, ты, как бы, хоть ты на парад не пошел, но индивидуально ты займись, вот это уже индивидуальная задача, как ты к этому лично отнесешься. А общая, это общая задача, понятно, да? Теперь, значит, значит, работа своя, тут он объясняет, что, что значит работа своя. Душа, он пишет так. Душа поднимается из состояния облаченности в материальное тело, в котором она находилась внизу, для того, чтобы действовать, и она действует в мире будущем, подобно тому, как действовала в этом мире. И здесь, если здесь она устанавливала сроки для учебы Торы, то и там вводят ее в шатры Торы. То есть, работа души, это постоянно подниматься по уровню все более-более святость, прозрачность и свет. То есть, здесь мы это делаем, каждый на своем уровне, и там мы дальше будем это делать, каждый на своем уровне. И очень важно, какой след человек оставил в этом мире. Это очень важно, потому что душа, когда уходит из этого мира, то она или оставляет здесь потомков, которые дают, Йорце, да, это годовщина смерти, и потомки дают ей силу. Или, например, вот человек, когда находится в... он болеет, не дай бог, да? Добрый день, Раиса Васильевна. Значит, если человек болеет, например, вот сейчас там я молюсь и прошу всех, чтобы молились за моего отца, Борух Бенсара, чтобы было у него Руфаата Нефиш в Руфаата Гуф. То есть, я, значит, за него молюсь, и те, кто добрые, хорошие люди, тоже могут за него помолиться, то это дает силу его душе. И даже если человек уходит из этого мира, то все эти молитвы и все эти добрые дела, которые он в этом мире спровоцировал, можно так сказать, да, то есть, он был причиной каких-то добрых дел, каких-то хороших поступков, то все эти поступки, они продолжают влиять на его душу, да? Иногда бывает, что благодаря тому, что человек заболел, он сам начинает молиться, он сам что-то понимает, он сам для себя переходит на следующий уровень. Есть известная история в Талмуде, как заболел царь Хисхиягу. Он был великий царь, и к нему пришел пророк Ишаягу и говорит, вот царь Хисхиягу, у меня к тебе пророчество. Он говорит, какое у тебя ко мне пророчество? Он говорит, а пророчество у меня к тебе такое. Ты умрешь, говорит, и не будешь жить. Это пророк Ишаягу говорит царю Хисхиягу. Царь Хисхиягу ему говорит, что это такое, говорит, как ты мне такие вещи можешь сказать? А почему он сказал, ты умрешь и не будешь жить? Он ему сказал, ты умрешь в этом мире, вот все, ты заболел, это уже ты идешь, ты при смерти, все, ты умрешь, он говорит. И не будешь жить, и душа твоя не будет жить, то есть, ты потерял все свои заслуги за жизнь, которые ты делал, ты потерял. А царь Хисхиягу, между прочим, он был настолько праведный царь, что он весь народ Израиля в ту эпоху заставил просто учить Тору. Прямо поставил стражников с мечами, и все, кто не шли в Бетмедраше, их в домоучение, их, значит, заставляли. Это, представьте, сейчас бы так сделать, чтобы заставить всех учить Тору и так далее. Теперь, значит, и тут ему приходит пророк Ишаягу, ему говорит, ты умрешь и не будешь жить. Он говорит, за что? Пророк Ишаягу, он же пророк, он ему говорит, за то, что ты не выполнил заповедь Пру-Урву, плодитесь и размножайтесь. Ты ее не выполнил. А царь Хисхиягу действительно не выполнил заповедь Плодитесь и размножайтесь, потому что у него тоже был пророческая такой дух, да, у него был святой дух. У него был пророк, был у него такой, как святой дух, но он был видящий такой. И ему, и ему было показано, что его сыновья будут злодеями. И он подумал, что так, Всевышний сказал, плодитесь и размножайтесь. Правильно? Правильно. Всевышний сказал, удались от зла и делай добро. Правильно? Правильно. Теперь, если я вижу, что у меня будут сыновья злодеи, то что, я должен их привезти в этот мир? И царь Хисхиягу абсолютно с намерением позитивным, с намерением выполнить волю Всевышнего, с намерением делать только добро, он решил детей не создавать, решил не плодиться и не размножаться. И тут вдруг он заболевает, он лежит при смерти, приходит к нему пророк Ишаяу, который был самый пророк того времени, ну, выдающийся пророк Ишаяу, его, он известен в транскрипции такой, европейская, греческая Исая, пророк Исая, да. Даже на ООН его написаны слова, то есть настолько он вошел в историю. И тут этот пророк Ишаяу, он говорит, ты умрешь и не будешь жить. Царь Хисхиягу говорит, за что? За то, что ты не пополняешь заповедь, плодитесь и размножайтесь. Он говорит, царь Хисхиягу, все, я понял, то есть я понял, в этом была великая сила царей из рода царя Давида. Сам царь Давид, он нам показал то, что называется чува. Если ты делаешь что-то неправильно, ты должен раскаяться, у тебя есть сила. Как ты сделал что-то неправильно, так же ты можешь вернуться и исправить. И пророк, царь Хисхиягу, он говорит, все, говорит, я понял, давай. И сразу он говорит Ишхиягу, слушай, у тебя же есть дочка, так давай выдай ее за меня замуж. Может быть, твои заслуги и мои заслуги, мы же оба праведники. Они помогут как-то исправить эту ситуацию, чтобы дети были не злодеи. И пророк Ишхиягу ему говорит, говорит, какой жениться, постановление вынесено, не кзыра-кзыра, все, уже, я же пророк, там все, на небе уже решение. Уже на тебя вот мечи спускаются, ангел смерти идет за тобой, значит, все, уже постановление вынесено. И говорит ему царь Хисхиягу, одна из моих любимых историй, он ему говорит, я принял из дома моего отца, царя Давида, что даже если острый меч лежит на твоей шее, не переставай верить в милосердие Всевышнего и надеяться на него. Ты не знаешь, что будет, сказал он ему, выйди, останови свое пророчество. Я эту историю знаю уже много лет, но в этом году я узнал в этих словах, когда ему сказал царь Хисхиягу, выйди, останови свое пророчество. Он ему сказал, замолчи, чтобы никто больше этого не знал, чтобы люди другие не поверили в то, что я умру, и это может ухудшить мое положение на небесах. Он ему говорит, замолчи, все. И написано, повернулся царь к стене и начал молиться и плакать, и, значит, все. И что, вы думаете, было дальше? Он выздоровел. Царь Хисхиягу выздоровел и женился на дочке пророка Ишаягу. И родились у него два сына такие, что просто клеймания где ставить. Злодеи вообще. Один был, я не помню, как звали, а второй царь Минаши, который весь народ заставил служить идолам. Убил дедушку. Вот этот царь Минаши, он убил пророка Ишаягу лично. Убил его своего деда, который вообще, представляете, какой был вообще злодей. Но, но, потом царь, потом вот этот вот Минаши, царь, он его посадили в тюрьму. И в тюрьме, когда ему было плохо, он раскаялся, вернулся ко Всевышнему и вымолил себе прощение. И, значит, что? И все. И он вернулся на трон, исправлял всю жизнь то, что делал. Но, и самое главное, почему же тогда вы можете спросить, зачем Всевышнему нужно было всю эту историю делать? Чтобы мы с вами сегодня ее выучили. Чтобы мы с вами поняли вот эти главный месседж. Что никогда не отчаивайся от милосердия Всевышнего. Что даже, я помню, вот сейчас в больнице был такой момент, что там один из врачей, даже не врач, он такой помощник врача. Он говорит, что вот из этого отделения никто не выходит. Мол, все, готовьтесь уже к смерти. И я ему говорю как раз из этого места, и то, что я слышал от Рава Зильбера и от Любавичского Рэбе, такую фразу я говорю, что дело врачей лечить. Врачи не пророки, врачи не могут давать прогнозы. Это не их задача, не их дело. Это я прям слышал от Рава Зильбера, прям дословно, что дело врача лечить. А сколько человек живет, это решает Всевышний. И поэтому мы должны надеяться, молиться и верить. Даже если острый меч лежит на шее, не переставать надеяться на милосердие Всевышнего. И, значит, а врачи должны лечить, а мы должны молиться, чтобы Бог дал врачу силу лечить. Все, вот это вот наше поведение в моменты молитв. Хорошо, теперь, значит, это такая у нас была первая идея. Вторая идея у нас такая, обретение неба на земле. Говорит нам Рэбо Любавич еще одну крутую идею, очень такая вот, услышите. Он говорит так, у каждого мгновения есть два лица. Два лица у каждого мгновения. Мгновение, определенное прошлым, из которого оно вышло. То есть каждое мгновение, которое есть сейчас, оно определено в какой-то мере прошлым. И есть мгновение, которое определено будущим, которому оно ведет. То есть каждое мгновение, причем это будущее, о котором оно ведет, оно может быть разным. Это свобода выбора. И то, куда ты двинешь. Вот прошлое нас привело в этот момент, в каждое мгновение. Будущее, к которому человек стремится. Он стремится к выздоровлению, это одно будущее. Он не стремится к выздоровлению, это другое. Есть третье, есть четвертое. То есть когда ты продумываешь свое будущее, то оно влияет на это мгновение, в котором ты находишься сейчас. Но Рэба говорит в конце такую уникальную вещь. Но и само мгновение обладает собственным значением. Целью и жизнью. Не убивая же мгновения. То есть что это имеется в виду? Что когда ты все время следствие прошлого или причина для будущего, то тебя нет в самом мгновении. Но когда ты осознаешь, что это мгновение, оно ценно само по себе. Не как причина чего-то, не как следствие чего-то. А просто это единственное мгновение, которое у тебя есть. И оно ценно само по себе. Тогда ты можешь в этом мгновении жить. И он говорит в конце, вот это красивое слово, не убивая мгновения. Не убивая сейчас своим прошлым и своим будущим. Не убивая сейчас. И вот тут мы как раз говорили про излечение и так далее. Но есть люди, которые здоровы и они не живут. И есть люди, которые, они могут быть нездоровы, но они живут. Они ценят каждое мгновение. Я в той же больнице, где отец там, сидит такая одна бабушка. Ее посадили. Она такая сидит, эта бабушка такая. И я смотрю, вот она такая, сияющая старушка такая. А ее посадили в коридоре. Там очень много людей, даже в коридорах. Сейчас больницы переполнены. И она сидит такая в коридоре, русскоязычная. И я ей говорю, и веселая такая улыбается. А я ей говорю, вы знаете, говорю, вы тут сидите как в партере. Как в партере, и перед вами все отделение, все бегают, больных возят, врачи бегают. Все, я говорю, вы как в партере, как в театре сидите. И перед вами разворачивается множество разных спектаклей, сериалов. И она такая сидит, такая спокойная, спокойная. Говорит, вы знаете, я над этим не думала. Я с этого ракурса не смотрела на жизнь. Очень интересная позиция. Говорит, я посмотрю. Такая прям улыбается, улыбается. Такая вот именно умиротворенная такая бабушка была. Такая вот она умиротворенная. Я спрашиваю, может быть, вам что-то помочь, как-то сделать что-то. И она такая, она вот очень медленно, так спокойно, так подумала. Говорит, вы знаете, мне бы хотелось, чтобы вы мне в этот суп, перед ней такая была тарелочка супа, налили горячей водички. Чуть-чуть горячей водички. Я ей понес, принес это, налил горячей водички. И она вот даже от простых таких вещей, было видно, что она живет. Она находится в этом моменте. Она умиротворенная такая. И видно, а есть люди, которые, они не принимают жизнь. Они ее не просто, они ее просто не принимают, то, что с ними происходит. Им не нравится то, что происходит. Они недовольны и так далее. То есть очень важно, очень важно поймать, вот не убивать свою жизнь, не убивать свое мгновение. Хорошо, и мы дошли сегодня до недельная глава. Нам осталось буквально несколько минут. Сегодня мы читаем про то, как вся глава Трума говорит о том, как устроен будет передвижной храм в пустыне. Этот передвижной храм, он был как сделан, как из конструктора лего. Каждая деталь была четко описана. И Машер Абейну, он изготавливал эти все детали. И вот сегодня мы дошли до стен, стены вот этого передвижного святилища. Святилища, которое вместе с ними шло 42 стоянки было у них в пустыне. И этот мешкан, его каждый раз, когда они выходили, его разбирали. И потом заходили на стоянку и собирали. Были стоянки, на которых они стояли годы. Были стоянки, на которых они стояли месяцы, недели. То есть, Всевышний показывал им, когда подниматься, когда идти дальше. 42 стоянки. И этот мешкан нужно было в святилище собирать. И сегодня говорится о том, из чего были стены. Стены были из 10 локтей, 5-метровые. 5-метровые были, значит, такие столбы. Полтора локтя шириной 90 сантиметров. Локоть, вот так вот они были. Огромные деревянные столбы. Теперь эти столбы, они вставляли в серебряные такие подставки. Ну, все было очень вымерено до миллиметра. Это был точно как конструктор Лего, который собирался по определенному плану. Но здесь возникают два вопроса. Первый вопрос возникает, откуда у них было дерево. Откуда у них было дерево. И оказывается, что дерево у них было, дерево у них было от подготовки Яакова. Яаков, когда он пришел в Египет, его пригласил египетский фараон. Они зашли 70 всего человек. У Яакова было пророчество, что когда-нибудь его потомки выйдут из Египта. Им понадобится, понадобится им дерево. Зачем понадобится дерево? Как? Он не знал. Но он верил, что это произойдет. То есть, его вера во Всевышнего была настолько велика, что он не задавал вопроса, а как это произойдет. Он просто посадил дерево Акация. И это дерево Акация и сказал своим потомкам, чтобы они передавали из поколения в поколение, что когда Всевышний вспомнит вас и выведет из Египта в землю израильскую, вы должны это дерево взять с собой. Почему? Зачем? Потому что Всевышний так сказал. Все. И это дерево выросло, выросло, выросло. То есть, он подготовил с момента, когда он был в Египте, прошло более 200 лет. И эти деревья за 200 лет, они выросли, большие деревья. И оттуда у них были вот эти вот дерева Акация для построения стен святилища. Второй вопрос возникает. То есть, мы видим, насколько вера, что все будет хорошо, она может идти на 200 лет, и оно будет хорошо. И они вышли, и потом 2000 лет верили, чтобы вернуться в Израиль, и вернулись. То есть, вера и оптимизм еврейского народа, и вера в приход Машеха, что придет Мессия, она невероятная. Но мы видим, что все сбывается. Теперь, значит, второй вопрос. Почему эти столбы, они были вертикальные по 5 метров? Ведь можно было бы положить их, намного проще было бы сделать горизонтальными брусочками метр. И, значит, если нам нужно брусочек, допустим, локоть шириной, и нам нужно, чтобы было 10 локтей, мы берем 10 брусочков вот таких, и носить легче, и строить легче, и устойчивее стоит. Зачем нужно было делать большие столбы, амудим, чтобы они стояли вертикально по 5 метров? Оказывается, ведь этот святилище, передвижной храм, он зачем был нужен? Чтобы нам показать, как связаться со Всевышним. И именно так человек и устроен. Он как стоит, как вертикально ходящая лужа. Ведь неудобно же ходить, черепаха-то более устойчивая, да? На четырех лапах любое животное, собака какая-нибудь или медведь, более устойчивый, да? Почему люди не ходят на четырех лапах, да? Представьте, вот если бы мы ходили на четырех лапах, руки такие, хотя бы как шимпанзе. То есть устойчиво такой, уперся или горилла такая, да? Я бы сейчас урок проводил, так удобно, уперся бы на рот и все. Нет, человек, он очень неудобно ходит, он вертикально ходит. Почему? Потому что у него душа есть. И вот эта вот духовность, которая тянется вверх, которая тянется в небо, к небу, она и есть цель жизни человека, чтобы выстроить себя снизу вверх, чтобы ты был все время устремлен в небо, чтобы ты видел небо. Животное, собака, она небо не видит, она видит только то, что у нее под ногами, а человек, он все время смотрит в небо. Смотрит в небо и думает, да, действительно, есть Всевышний. Все, друзья, удачи и успехов, удачи всем и успехов, выздоровления всем близким, выполнения, чтобы Всевышний слышал ваши молитвы. Есть очень хорошее благословение, чтобы Бог выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. И очень важно, чтобы наши запросы, то, о чем мы просим Всевышнего, мечтаем, верим, чтобы это было для нашего добра. Все, всем хорошего дня, божественных благословений и изучения Торы, потому что без Тора мы бы не знали бы, что мы должны делать. Все, всем пока, счастливо.